Итак, 7 этапов стрижки. Многие начинающие мастера краем уха слышали об этом. Предлагаю рассмотреть этот вопрос в рамках этого видео урока. Меня зовут Александр Мусайлян. Приступим. 7 этапов это не что иное, как всемирная методика выполнения формы стрижки. Ее авторство принадлежит американскому маэстеру Лео Пассаж. Она подходит для выполнения абсолютно всех видов стрижек. Прежде чем приступить к работе, нам нужно иметь план выполнения формы. Он состоит из 7 пунктов, описывающих следующие вопросы. Как нужно держать голову? На какие зоны распределить волосы? Какие проборы использовать при стрижке? В какую сторону нужно расчесывать волосы относительно пробора? Под каким углом держать прядь относительно головы? Как должны быть размещены руки и ножницы, их положение относительно пробора? К чему приравнивать прядь? На что ориентироваться при срезе? При выполнении любой из форм нужно четко следовать всем пунктам 7 этапов. Давайте рассмотрим детально каждый из них. Первый этап – положение головы. Бывает прямое, классическое положение головы, обеспечивающее наиболее четкие линии. Наклон вперед для получения эффекта загиба волос внутрь. Наклон назад – для создания эффекта градуировки. Наклон на бок – влево или вправо – для создания фигурных четких линий. Поворот влево или вправо – для естественного распределения волос ниже плеча. Следует следить за положением головы на протяжении всей стрижки. Этап 2. Разделение на зоны. Волосы в соответствии с задуманной стрижкой разделяют на зоны и мелкие сектора, исходя из направления линий и проекционных углов, а также естественного распределения волос. Также на выбор зон могут повлиять и анатомические особенности, например, форма головы или направление роста волос. При выполнении основных четырех форм используется классическое разделение на зоны. Основные зоны. Нижняя затылочная зона, средняя затылочная зона, верхняя затылочная зона, теменная зона, височная левая зона, височная правая зона. Может понадобиться разделение волос на зоны в соответствии с взаиморасположением форм при их комбинации. Этап 3. Разделение на проборы. Волосы разделяют на зоны при помощи проборов. Проборы делятся на основные, классические и фигурные. Основные проборы. Вертикальный проходит от середины краевой линии роста волос лобной зоны через наивысшую точку головы к краевой линии роста волос нижней затылочной зоны. Горизонтальный проходит от вершины уха с одной стороны через макушку или наивысшую точку головы к второму уху. Все остальные проборы – горизонтальные, вертикальные, диагональные, радиальные, фигурные – строятся относительно основных. Этап 4. Распределение волос. Простым языком распределение это то, в какую сторону нужно расчесывать волосы. Волосы всегда распределяют относительно пробора. В зависимости от желаемой формы используются следующие распределения. Естественное, перпендикулярное, направленное и со смещением. Этап 5. Проекция. Это угол, под которым нужно держать предволос относительно головы на протяжении всей стрижки. От этого зависит будущая форма. Проекция может быть от 0 до 90 градусов. Этап 6. Положение пальцев и ножниц. Пальцы и ножницы в большинстве случаев располагают относительно пробора параллельно или не параллельно. Параллельное расположение применяется для создания более четких линий в форме, а не параллельное, чтобы сохранить длину волос. Есть исключения. Пальцы располагаются вдоль линии наклона при стрижке градуированной формы вертикальными проборами. Возможно распределение пальцев параллельно голове, а не пробору, при работе с единообразной формой. Этап 7. Контрольная прядь. Может быть фиксированной неподвижной или нефиксированной подвижной. При неподвижной контрольной пряди стрижется эталонная прядь волос, которая будет ориентиром для всех последующих прядей. При подвижной контрольной пряди каждая подстриженная прядь является контрольной для следующей. То есть стрижется первая прядь, которая является ориентиром длины. Вторая прядь стрижется ориентируясь на первую. Третья ориентируясь на вторую. и так далее. Выделяю также комбинированную контрольную прядь, как сочетание подвижной и неподвижной. У каждой формы свои семь этапов, поэтому мы рассмотрим каждую из них по отдельности в следующих уроках. Пока!